Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго! И сегодня реакция на Булждать и необычное видео, 2B2T, очень довольно-таки старое видео, многие его уже видели, знают, а я тот самый человек, который будет смотреть в первый раз, абсолютно в первый раз это видео, мне его советовали, сказали, посмотри, посмотри, это видео история самого канала, Булждать это видео нереально крутое, посмотри. Окей, хорошо, давайте посмотрим, посмотрим, что же там такое, ребята, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете о 2B2T, я даже не знаю, что это еще такое даже. 2B2T крайне необычный сервер, неважно сколько времени вы провели за Майнкрафтом и проводили ли вы его вообще, 2B2T способен удивить любого, например, первые несколько часов геймплей на сервере выглядит вот так, за то время, пока идет очередь, можно сходить на работу, поспать, поиграть в Майнкрафт на другом сервере, и тебе придется все еще ждать, 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 ждать. И в самый последний момент ты увидишь, что сервер перезагрузился и очередь началась заново, это проверка на вашу выносливость и терпение, эти два навыка вам ой как понадобятся, Это больно. Ведь после того, как вы отстоите очередь, вы попадаете на спавн. Это стоило того? Да ладно, шучу, вы попадаете на спавн. Злой, маркобесище, ад начинается прямо здесь. Зачем строить дом из земли на первую ночь, если земли, сука, нет? Только 20 визоров на одном блоке каждые 5 минут с ником Гитлер ни в чем не виноват. Про солнце, про солнце забудь, ты его хрен увидишь. Жить, как тобой обсидиановая, мать его, крыша, с которой прыгает элитровый десант, устраивающий Пёрл Харбор с кристаллами, и камикадзе здесь не они, а ты, причем без самолета. И ты хрен убежишь, если ты не фанат Ямакаси. Правда, твой паркур, скорее всего, закончится в километровой стене лавы, куда ты упадешь из-за лагов на сервере. Не упал? Отлично. Лови реконект, наслаждайся геймплеем. Это первые 2 минуты на 2B2T. Что? В самом анархичном, злом, токсичном и гриферском сервере, который я вообще когда-либо встречал. И это великолепно. Я не видел Майнкрафта уже 10 тысяч лет. В последний раз я играл в него, когда было одно ведро на сервер, а Redstone использовался только для того, чтобы открывать двери. И, вероятно, мне стоило бы вернуться в Майнкрафт пораньше, ведь теперь любой пятиклассник доктор майнкрафтерских наук по сравнению со мной. Но, с другой стороны, именно из-за того, что я пропустил кучу обновлений, я получил на 2B2T тот самый Майнкрафт, который так давно хотел. Это проверка нервов. Незнакомый, в чем-то жутко пугающий и, главное, очень живой. Поэтому крафтите себе кирку и лопату, ведь с вами был джать, а это, надеюсь, лишь начало нашего путешествия в царство хаоса. Это довольно-таки странное место. Если театр начинается с вешалки, то Майнкрафт начинается со спавна. И если вы фанат абстракционизма, вам понравится спавн 2B2T. Здесь, похоже, уже давным-давно нет родных блоков. Всеобщий гриферский разум и куча ничем не связанных рук уничтожили на спавне все без какого-либо вмешательства мыслительной деятельности. Здесь находится инопланетный мир из ваших снов. Огромные скалы с кучей бессистемных проходов и брешей внезапно заканчиваются мелким сборищем блоков, висящих прямо в воздухе. И открывается вид на бесконечный простор и высоченные лавокасты с сюрреалистичными постройками, не имеющих логического обоснования. Земли, как таковой, на спавне нет. Ее вычистили вплоть до основания. Теперь вместо зеленых лук... Ребят, ребят, подписчики, кто был на таком сервере? Напишите в комментариях. Мне просто любопытно. Блин, реально. Что это за жесть, а не сервак? ...и спокойных заснеженных хребтов, лишь океан, забывший, что такое солнечный свет. Единственные обитатели здесь это и сушители, застрявшие из-за лагов на одном месте, но которые с удовольствием вспомнят, каково это взорвать незадачливого игрока. Ваше путешествие начинается именно здесь и именно так. С безрассудного прыжка в воду и всплывая на поверхность, вы даже представить себе не можете, что вас может поджидать. Но этого на спавне я не ожидал. Выбраться со спавна это самое главное испытание, которое должен пройти любой новичок на 2B2T. Если вы попадете на активные часы, когда игроков много, у вас это получится спрятой, а то и с десятой попытки. Потому что на спавне есть одна забавная древняя традиция. Убивать любого новичка, не давая ему шанса уйти. Зачем? За что? Кажется, уже никто и не помнит. Зачем? Против старых игроков у вас нет шансов. У них есть тотемы, дарующие вторые жизни, куча кристаллов, которыми они вас всячески будут взрывать, элитры, благодаря которым от них не оторваться, и, конечно же, щиты, из-за которых они знают, где вы находитесь. А у вас даже ведра с собой нет. Попав на 2B2T, вы становитесь героем бегущего человека, где каждая секунда может обернуться внезапной смертью. И это невероятно волнительный экспириенс. Лично мне, как я потом узнал, дико повезло трижды, и я выбрался со спавна с первого раза, но так страшно мне не было уже давно. Вокруг постоянно что-то взрывается, кто-то протяжно урчит, везде расставлены горящие свастики, А ты, под гром и молнии, пытаешься из десяти драгоценных блоков земли, найденных с тяжким трудом в течение получаса, построить мост через гигантское ущелье с лавой, стараясь не думать о том, насколько там глубоко. Видимых маршрутов здесь просто нет. Ты можешь часами прыгать по пустотам в горе, чтобы в конечном итоге упасть в яму, полную визоров. И даже если ты из нее выберешься, тебя будут ждать водные барьеры, внезапные ямы, и игроки, которые как коршуны будут издевательски кружить над тобой, пока ты медленно плывешь к какому-нибудь укрытию. Вокруг, в самых неожиданных местах, кучно стоят порталы в Незер, и кажется, что это спасение. Но нет, никогда не довели... Ну это, так сказать, хардкор, хардкор, которого иногда людям не хватает, людям хочется каких-то испытаний вот этого всего движа. Блин, ну я уже примерно представляю, что это. Это вот жесть, к которой надо подключиться. А когда ты подключаешься, тебе просто могут по башке надавать, либо ты, черт побери, либо просто тебя загрызут мобы, либо ты вообще сорвешься куда-нибудь, в лаву какую-нибудь, это же жесть. Но это жутко интересно на самом деле, попытка выжить с первых секунд. ...порталом. Незер на спавне это еще более опасное место, чем сам спавн. Некоторые порталы специально заблокированы игроками, из-за чего из них уже никогда не выбраться, если ты не с щитами. А некоторые порталы ведут прямиком в лаву, потому что Незер на спавне уничтожен фактически полностью на протяжении нескольких тысяч блоков во все стороны, так что попадать в Незер на спавне себе дороже. И даже если тебе повезло добраться без порталов и приключений до края спавна, ты можешь оказаться возле километровых лавовых стен, что скорее всего приведет тебя к смерти, ведь чтобы их обойти, тебе снова придется подвергать свою жизнь опасности и тратить драгоценную полоску еды. Спавн 2B2T это место, где нет спасения и даже намека на надежду. Вы попадаете в мир хаоса, и ваш мозг пытается придумать хотя бы один логический сценарий происходящего, но у него не выходит. Ведь здесь странно все, начиная от диких ландшафтов, не поддающихся осознанию, и заканчивая нравами местного населения. Паника накрывает моментально. 2B2T это самый оригинальный и хардкорный постапокалипсис, где ты либо приспосабливаешься, либо тут же умираешь. Пяти секунд достаточно, чтобы ошеломленно спросить себя, да что здесь мать его произошло? И это хороший вопрос, потому что, и в это чрезвычайно трудно поверить, 2B2T когда-то был самым обычным сервером. Кто его создал уже точно неизвестно, но все сводится к двум фигурам, Джорджу Бушу 420 и Хаосмастеру, которые по слухам на самом деле один и тот же человек. Изначально Джордж Буш 420 держал сервер 2B2T в Гаррис Мод и Тим Фортрес, а с появлением Майнкрафта, где добавили мультиплеер и также можно было строить всякое, одноименный сервер появился и в кубическом мире. Чуть позже Джордж Буш передал Хаосмастеру права на сервер, и вот тогда-то началась история. 2B2T один из самых старейших серверов Майнкрафта, который работает вот уже больше 10 лет, и с самого своего начала он был довольно оригинальный, потому что ограничений на нем было заметно меньше, можно было делать все, что вздумается, вплоть до использования и использования пикетов, конечно. Мне еще так же любопытно, этот сервер еще по-прежнему работает или нет? Пока это не мешает работе сервера. И это, естественно, привлекало людей. Первые месяцы, правда, сервер выглядел вполне себе обычно, и ничего не предвещало беды. Все изучали Майнкрафт, строили домишки, искали себе место покрасивше, чтобы с лугами, горами и водопадами. Но помните, на дворе стоял 2010 год. Самым актуальным и фактически единственным ресурсом для строительства был обычный камень, так что творческий разгул заканчивался где-то на замках и часовнях. А это побуждало заниматься чем-то другим, например, PvP и гриферством. А чуть позже сервер стал набирать популярность на Фочане. А там, как вы знаете, ребятам палец в рот не клади, они на него насрут. Это было начало первой эры сервера. Представителям Форча быстро надоело строить каменные дома, зато вот взрывать окружение показалось им более заманчивым. Быстро появилось объединение Авалишин, которое в течение нескольких месяцев занималось исключительно тем, что взрывало все подряд, а затем бесследно исчезло. В итоге спавн 2B2T уже к 2011-му выглядел вот так. Тут еще угадывается первоначальный облик поверхности, местами даже можно найти относительно целые здания. Просто люди залетали, Люди залетали и целый месяц реально целенаправленно уничтожали все, что... Жесть, зачем? ...в легкий шок. Чтобы оказаться в относительной безопасности и найти свое первое дерево, нужно было пройти как минимум тысячу блоков. Деятельность Авалишин поддержали многие другие игроки, из-за чего по спавну было сложно добираться новичкам, да и вообще всем играющим. Хаосмастер решил исправить это недоразумение, создав обсидиановую платформу, где спокойно могли спавниться новые игроки. И, к сожалению, это была ужаснейшая ошибка. Платформа сразу привлекла внимание гриферов, и они стали создавать на ней лавокасты и убивать новичков алмазными мечами. Хаосмастер пытался своевременно убирать все надстройки и лаву с площадки, но это не сильно помогало. И что удивительно, именно эти хаотичные разрушения Авалишин и последователей породило, можно сказать, сопротивление. Людей, которые старались всеми силами восстановить спавн и помогать новичкам выбраться за тысячу блоков. То есть разделение пошло. Реально, разделение пошло. Некоторые пытались спасать, некоторые, наоборот, хотели хардкор-жести прям. Скорее всего, именно он предложил Хаосмастеру сделать респаун игроков рандомным в пределах 500 блоков, что значительно увеличило выживаемость новичков. А также, вместе со своими единомышленниками, он высаживал деревья, еду и построил знаменитое убежище для новичков, где игроки могли передохнуть отворящегося ада и рассчитывать на любую помощь. Здесь-то и началась борьба добра со злом. Действия XCC2 не остались незамеченными. Грифферы, потеряв источник бесконечного кровопускания на обсидиановой плите, стали уничтожать... Это как целый фильм звучит всё. ...и любые проявления земли, чтобы ничего нельзя было сажать на спавне. Когда в Майнкрафт вели скелетов, Грифферы решили стереть их с лица сервера подчистую, чтобы никто не смог скрафтить из них муку и сделать спавн вновь плодородным. Всё во имя Парада Смерти. XCC2 отчаянно проигрывал, но отступать не хотел. Он приносил плодородную почву на спавн и прятал деревья и посевы, в надежде, что хотя бы один игрок сможет на них наткнуться, пока их не уничтожит. Несмотря на потуги XCC2, анархисты-форчеры были спокойны. Они являлись первым объединением на сервере и держали власть в своих руках, устанавливая свои неписанные правила. Но своеобразное спокойствие анархии вскоре было нарушено. В середине 2011-го на форуме FacePunch человек под ником ChessHead увидел сообщение от Хаосмастера о 2B2T. Что конкретно побудило ChessHead к восстанию, неизвестно, но он загорелся наивной идеей уничтожить сформировавшийся строй на сервере и навести свой порядок. Он успешно вдохновил пользователей FacePunch на вторжение на 2B2T, призывая к мирной анархии и созданию республик. Проект FacePunch начал свою работу и понятия доброй слабо-запно размылись. Фейспанчеры, уверенные в праведности своих действий, вторглись на сервер и стали строить хорошо защищенные базы, устанавливая свои законы. Форчеры же, являясь одними из первых обитателей сервера, не желали терять устаканившийся уклад жизни. Несмотря на их жестокий и анархичный строй, он имел свой смысл. Выживают сильнейшие и полезные, слабые отсеиваются и не мешают веселому хаосу. Фейспанчеры для них были агрессорами, которые силой хотят изменений. Так что первая война была не за горами. И это всего спустя год жизни сервера. Конфликты начались буквально сразу. В первые же дни войны главный лагерь фейспанчеров Грейскул был атакован и фактически уничтожен. У форчеров было преимущество в числе экипировки, но у фейспанчеров были карты в рукаве. Республика заручилась мощными союзниками в лице первых альтруистов сервера, таких как ИКЦЦ и Братство Алмазов. Объединение, которое раздавало алмазы в любых количествах всем нуждающимся. Чуть позже Республике даже стал помогать самый печально известный грифер в истории сервера, Поп Боб. Но про него я расскажу как-нибудь потом, там много инфы. Благодаря этому фейспанчеры быстро нагнали форчера в плане экипировки ресурсов, да в старт многочисленным сражениям. Эта война была одной из самых кровопролитных за всю историю сервера, несмотря на то, что играло около 40 человек в день максимум. На количество жертв влияло то, что в игре еще не было тотемов, а из оружия были мечи и луки, поэтому сражения выглядели как сражения. Плюс форчеры все еще контролировали спаван, убивая всех возродившихся игроков. Несмотря на то, что фейспанчеры успешно строили множество баз, они постепенно начали терять преимущества. У форчеров не было централизированных объединений и важных точек, а также хоть какого-либо плана сражений. Десятки форчеров просто застыковывались в противостоянии, реально. К ним подключались и вольные сталкеры и просто неравнодушные до сражений игроки. Плюс ко всему, к фейспанчерам пробралось огромное количество шпионов, которые воровали ресурсы с баз, читали переписки и знали о фактически всех планах фейспанчеров. Республика быстро поняла, что воюет против витринных мельниц. Как можно уничтожить то, чего по сути нет? В то время, пока форчеры организовывали постоянный прессинг баз с небольшими отрядами и улюлюкая приносили колоссальные разрушения, фейспанчеры могли лишь убивать атакующих, взамен получая крошки ресурсов и нервно готовиться к новым атакам. Так что всего через полгода главный идеолог фейспанчеров и мирной анархии ChessHead объявил о конце республики и позорно ушел с сервера. Уничтоженные морально участники фейспанча один за одним покидали игру, но остались и те, кто хотел возродить республику, но делать это было все сложнее. Одна за одной базы фейспанчеров уничтожались под корень. Блин, я знаю, что я часто останавливаю, но я просто впечатлен, что один сервер и так много историй в этом сервере, так много всего, что я реально прям сижу такой, что там просто реально дикая война там происходит, там такие противостояния, просто что? О, что происходит? И люди же это вот реально целенаправленно заходили и делали, занимались этим. Вау! ...остановилось все сложнее. Единственной надеждой была база 2K2K, откуда хотели дать старт новой республике, но ее через некоторое время обнаружили и полностью уничтожили. Сейчас на месте 2K2K находится огромный лобокас, внутри которого еще можно найти остатки древней базы. После вторжения фейспанчеров уничтожение новичков началось с новой силой, так как форчеры не особенно горели повторения событий. К 2012 разрушение спавна прогрессировало. Гриферы нашли способ спавнить визеров, трехголовых существ, которые взрывали все вокруг, убивали новичков и делали 90% всей работы по сносу спавна. Монстры так полюбились гриферам, что под спавном даже появилась пещера визеров, которая разрасталась к геометрической прогрессии. Получился эдакий локальный Незер, который был даже опаснее самого Незера. Спавн теперь полностью превратился в непроходимое место, поэтому Икс, ЭЦ и другие приняли решение строить дороги со спавна по осям, чтобы помочь новеньким принять участие в жизни сервера. Так зародились такие легендарные дороги, как Z0 и Z42. За уничтожение дорог уже не так сильно переживали. Количество игроков в конце 2012 года заметно поубавилось. Война закончилась, фейспанчеры ушли с позором, форчеры устали взрывать камни и заходили все реже. Казалось, сервер умирал. Один из множества раз. Пока не наступил 2013 год, где началась эра дюпа. Игроки нашли эксплойт, который сначала позволял им дюпать два вида блоков – обсидиан и тыквы. Обсидиановые постройки сначала пользовались популярностью, но когда они стали мешать пробираться со спавна, хаусмастер решил их удалять. Но игроки не расстроились и общими усилиями стали засаживать спавн тыквами. Из них строили дома и дороги, а чуть позже даже появилась максимально высокая стена из тыкв вокруг спавна, которую торжественно съели без остатка. Через несколько месяцев, не без помощи бэкдора поп-боба, игроки получили возможность дюпать любые предметы и блоки в любом количестве. И на спавне начался хаос. Игроки стали массово строить кучу сооружений, которые другие игроки заливали лавокастом, а третий уничтожали телавокаст динамитом. А четвертый строили на остатках свои сооружения. Внешний вид спавна кардинально менялся чуть ли не каждую неделю. Хаусмастер, который не знал, как исправить проблему с бесконечными блоками, старался удалять озера лавы и высоченные обсидиановые пенисы, но понятное дело, что за всем он не поспел. В пещер с визорами становилось все больше. В какой-то момент они заняли большую часть бэдрога на спавну. Ну, как же без этого, как же без этого? Что делало эти места чрезвычайно опасными. И пока все развлекались обсидиановыми структурами, на восстановленной базе 2K2K заскучало одно объединение, выросшее из бывших вейспанчеров. Валькирия. Про них я расскажу подробнее в следующий раз. Если это видео зайдет, она берет кучу лайков, как всегда. Но именно Валькирии в основном ответственны за тот внешний вид спавна, который вы можете увидеть сейчас. Просто от скуки и не зная, чем заняться, Валькирии несколько раз вторгались на спавн с килотоннами динамита и взрывали абсолютно все. Создавая из спавна многомерный швейцарский сыр, где каждая дырка в скале могла вести к двум другим дыркам. Валькирии устроили настоящий террор, уничтожая вообще всех, кого не могли встретить на своем пути. Опытные игроки, для которых спавн был единственным и безопасным местом для веселья, вынуждены были уподобиться новичкам и бежать прочь под аккомпанемент взрывов и звуков смерти. Их ЦЦ и другие строители в спешке начали делать огромное количество обсидиановых дорог, забив на посадку деревьев и пшеницы. Ведь умереть от голода на спавне стало сложнее и гуманнее, чем попасть в засаду беспощадных убийц. Валькирии мгновение ока захватили на спавне власть, начали строить устрашающие здания из обсидиана и ловить игроков, чтобы проводить показательные казни. Лишь спустя несколько месяцев хаосмастер убрал бесконечные блоки сервера и хаос начал сходить на нет. Но разрушения были колоссальны. Спавн перестал походить хоть на что-то логичное. Просто сборище рандомных камней, надписей, небольших монументов, мелких дорог, построенных в панике и бессмысленных стен. Разрушать на спавне, казалось, уже было нечем. И после этого вторжения на спавн стали сходить на нет. Наступило время относительного мира. Строители дорог решили подготовиться к будущим разрушениям, поэтому построили основательную сеть магистрали из обсидианной камня, которая существует до сих пор, и никто не пытается ее уничтожить. Потому что новички это сделать не могут, и дороги для них полезны, а опытным игрокам легче на этих самых дорогах ловить новичков. К сожалению, ближе к 2014 сервер начал потихоньку умирать. Заметных конфликтов не было, разрушать на спавне уже казалось нечего, поэтому многие решили его хоть как-то восстановить, учитывая количество обсидиана, оставшегося после эры Дюпа. К 2015-му даже ненадолго исчезла традиция убивать новичков, и казалось, 2B2T ждет эра спокойствия. Игроки даже объединялись, чтобы копать самые большие ямы или высаживать деревья, например, а базы, расположенные на разных концах сервера, активно разрастались и превращались в настоящие произведения архитектурной мысли. Но мир на сервере, как ни странно, привел его к упадку. Оказалось, что 2B2T уже не может просто мирно существовать, как другие сервера. Ему нужны встряски, хаос, безумные идеи и вторжения, иначе он просто увядает. От вела текущего существования устали, кажется, все, в том числе и Хаусмастер. Он перестал следить за сервером и убирать бесконтрольные постройки лавокасты со спавна. Было ощущение, что бог покинул этот чат, и это привело к тому, что некоторые игроки стали активно использовать эксплойта и погружать сервер во мрак. За довольно короткий промежуток времени было уничтожено множество крупнейших баз, в том числе самый большой город в Эмптауне, известный как Северная Корея 2B2T, КГБ и Земля Норфа. А чуть позже разразился первый серьезный скандал на сервере. Было найдено секретное убежище одного известного игрока, i3Stone, в котором обнаружился эдакий дата-центр из кучи сундуков, наполненных абсолютно всеми существующими блоками и ресурсами в огромных количествах, даже теми, которые добыть чисто физически было невозможно. Это привело к выводу, что за сервером совершенно никто не следит, и играть на нем бессмысленно. А на почве этих волнений распространился слух, что в игре нашли новый эксплойт, доступный лишь небольшой группе элитных игроков, позволяющие появиться в любой точке сервера и мгновенно уничтожать любые постройки. Этот слух так и не нашел подтверждения, но навел нешуточную панику в сообществе, из-за чего сервер стал покидать все больше людей. В итоге, 2B2T в пиковые часы посещало всего 10 человек, и стало понятно, что сервер скоро умрет. И так бы оно и было, если бы не YouTube. Известный блогер TheCampingCrusher сделал видео о умирающем сервере, что привело к эре хайпа. Из-за этого тонны игроков приходило на сервер. И как и любые новички, эти были полны абсурдных и глупых идей. По типу полного уничтожения спавна вплоть до последнего блока, восстания на пустом месте и желание захватить власть обычной агрессии ко всему. Но, как бы не были пустые и наивные эти желания, всеобщий дух энтузиазма за считанные дни вдохнул новую жизнь сервер. Игроков в какой-то момент было даже слишком много. Поток новых пользователей привел к огромным лагам и падению ТПС, а хайп вновь заставил хаус-мастера активно следить за сервером. Такая активность вернула и многих ветеранов, которым конечно же не понравилось как ведут себя новички. И это привело к громкому и масштабному противостоянию, где пало сотни игроков и было уничтожено множество знаковых мест. Например, Долина Пшеницы, которую до сих пор считают одной из самых трагичных и страшных потерь на сервере. И о ней, как полагается, я расскажу в следующий раз. Хоть война Рашера и была во многом противоречива, все же благодаря ей история сервера продолжилась. Спавн снова разрушался и строился, убийство новичков вновь стало доброй традицией, появился новый тип ПВП на кристаллах и даже места для проведения боев, а вокруг спавна с помощью гулага и рабов была построена великая обсидиановая стена, а также был завершен проект обсидиановое небо, накрывающая спавн на 500 блоков во все стороны. И об этом я тоже расскажу подробнее позже. Вообще на сервере все это время происходило множество локальных драм и конфликтов, о которых я даже не подозреваю. Но именно это меня и покорило. На путь и пути в какую бы сторону и как далеко бы ты не пошел, всегда есть какая-то история. Даже у меня случилось небольшое приключение и драма, хотя я на это не надеялся. Как это было? Непроизвольно понакидав кирпичных блоков от страха на спавне, мне повезло выбраться с него без особых проблем. Но поскольку я еще не разобрался, как установить читы, моя полоска еды неумолимо двигала меня к смертному адру. Казалось, что мое путешествие закончится быстро, потому что на протяжении тысяч блоков от спавна не появляется по сути ничего. Из-за гриферов не растут деревья, поэтому даже деревянную кирпу сделать просто невозможно. Животные не спавнятся на протяжении десятков тысяч блоков из-за лагов и особенностей сервера, а монстры появляются раз в столетие, поэтому о идее шерсти для кровати можно забыть надолго. Но мне чрезвычайно повезло. Пока мой друг постоянно натыкался на игроков, которые его взрывали, я нашел домик с садом деревьев, где меня встретил Ферри 69. Я не знаю, кто он и откуда, но Ферри и его дом спасли меня. Он не стал меня убивать и с радостью приютил, даже написал он табличке, что дом принадлежит Феру и мне. Это было так трогательно, что я даже не поверил, что такое на сервере возможно. Доброжелательный игрок с деревьями недалеко от спавна, который предложил мне дом, кажется нереалистичным. Но там-то я и решил подождать своего друга, который через взрывы, смерти, маты, реконекты и ранения до меня добирался. Но оставаться на этом месте нам не хотелось. Нас звали приключение, и была важная цель – найти овцу. Ради овцы мы решили отправиться за 100 тысяч блоков пешком, ведь по легендам именно там эти животные еще существуют. По пути мы находили много всякого. Мы случайно наткнулись на дорогу, которая оказывается является одной из самых старейших дорог в Майнкрафте и тянется на тысячи блоков благодаря труду многих десятков игроков. Было забавно читать надписи на этой самой дороге. По типу «Моя работа здесь сделана», «Я закончил работу», «Такой-то игрок 2016 год». И тут же рядом другая табличка «Я продолжу твое дело», «Дорога будет достроена», «Такой-то игрок 2016 год». Дорога действительно продолжается. Проходя через руины древних городов и странные постройки, мы видели, что здесь было что-то. Когда-то тут кипела жизнь, и это захватывает, как будто мы выбрались из бункера спустя множество лет и идем по остаткам древней цивилизации. Овец, правда, в этой цивилизации все не было. И нас даже начало напрягать. Мы первую курицу нашли только на 25-тысячном блоке, спустя несколько часов странствий. Мы как будто динозавра увидели. Еще 10 минут эту курицу рассматривали, не веря, что она существует. Но курица не овца, поэтому мы отправились дальше и еще через 10 тысяч блоков пешком, и несколько тысяч блоков на лодке, которая постоянно тебя выкидывает из-за лагов, мы добрались до острова, на котором были овцы, собаки и свиньи. Поэтому мы там и забазировались. Миссия, казалось бы, выполнена, но вот лошадей все как-то нет. Да и деревень не было видно. Поэтому мы отправились дальше в поисках приключений, и только на 100-тысячном блоке мы нашли деревню. И именно там мы встретились с моим подписчиком, Хантером Собачерсом, который не только помог нам с ресурсами, но и рассказал множество ценной информации о сервере, благодаря которой вы это видео сейчас и смотрите. Тогда-то и было решение вернуться на спаун, чтобы изучить его и рассказать про него вам. И когда мы вернулись, тот самый дом Ферри 69, который был оазисом среди ядерных пустошей, был уничтожен до основания. Это было так грустно, что мы должны были оставить след и построили небольшой мемориал, который, вероятно, сегодня уже тоже разрушен. Да, это вовсе не эпичная и не самая драматичная история, которая существует. Но она случилась просто потому, что я решил прогуляться. И кто знает, что произойдет в следующий раз. 2B2T настолько специфичный, что он генерит истории буквально из воздуха. Я не знаю, на что я могу наткнуться, если просто пойду в незнакомом направлении. Ведь я еще не видел, что случилось с самыми большими и красивейшими базами и местами на сервере. Я еще не прогуливался по магистралям, тянущимся чуть ли не через всю карту. Я еще не встречал тайные общества и секретные базы, за которых на меня могут объявить охоту. И еще столько всего ждет впереди. И еще столько всего не нужно вам рассказать. И это тот самый Майнкрафт, который я всегда хотел. Так что, надеюсь, я поведаю вам все эти безумные истории с 2B2T. Главное, чтобы вы не забыли, как выглядит кнопка подписаться и кликнули на нее. А также поставили лайк и сделали репост. Ведь у нас договоренность. Чем больше просмотров, тем быстрее видео. Вы знаете, что это работает. А у меня на этом пока все. Ждите новых видео. Это реально очень круто. Это... Это... Я... Вот, вот, ребят, я вам честно говорю, я сам, сам таково не играю в Майнкрафт, но вся эта история мне показалась реально интересной. Будто, знаете, реально через меня проходила целая история. И это реально очень круто. Целая история, множество людей, которые были на этом серии, которые боролись за разные идеи. И, блин, это... Капец, это реально это очень круто. И, блин, это было очень интересно. Опять же, я не ожидал, что мне... Что у меня может что-то цепануть. Но это прям впечатлило меня. Я постоянно пребывал, типа, в таком... А, что, серьезно? А, в смысле? И, оказывается, еще. И это даже не все. Это лишь малая часть из того, что Булждат рассказал нам. И я не жалею, что я поставил данное видео. Оно действительно заслуживает своего топа на канале Булждат. И оно заслуживает своего внимания. Даже... Даже для тех, кто не играет в Майнкрафт. Это действительно может показаться интересным, ребят. Что ж, а на этом у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел до сюда, до конца. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Вот. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok